Здравствуйте! Встреча на Думской в эфире. Поговорим мы сегодня о принятых Верховной Радой законах, так называемых безвизовых. Ну, тема безвизовости – это другой просто план нашей программы. Мы проведем встречу как-нибудь в другой раз. Сегодня поговорим предметно о самих законах, которые были приняты, какие изменения в них были внесены и дополнены ли были те законы, которые уже существовали, например, относительно трудового законодательства, уголовно-процессуального и прочее. В общем, сегодня мы общаемся с адвокатом Вадимом Семеновым. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Для начала, чтобы зрителям было понятно, какие именно законы были приняты и что было изменено, например, относительно уголовно-процессуального законодательства, трудового законодательства, антикоррупционного законодательства предметно. Итак, касательно трудового законодательства, был в первом чтении принят новый трудовой кодекс. Я как успел с ним ознакомиться, то я вам хочу сказать, что существенного ничего не поменялось. То есть то, что было, в принципе, больше зарегулировали эти взаимоотношения между работниками и работодателем. То есть формально прописаны были нормы, да? Да, совершенно верно. Добавили больше норм, которые более детально регулируют взаимоотношения между работниками и работодателем. Описали, что должен включать в себя трудовой договор, описали, в каких случаях работодателя может уволить и так далее. То есть добавили большее количество норм в этой сфере. На мой взгляд, как я считаю, этого делать не надо было. Надо было это отдать на откуп работодателю и работнику. То есть пусть они между собой сами это все установят, урегулируют? Совершенно верно. Есть трудовой договор, как бы им нужно было написать, какие существенные условия должны быть в данном договоре, и написать, что взаимоотношения между работниками и работодателем должны регулироваться трудовым договором. Может быть, вы говорите так, потому что вы юрист, и теперь уже к вам не будут обращаться тот же работник и работодатель, чтобы по договору, нормы, о котором были общеприняты законодателями, нужны были консультации юриста. Теперь сами законодатели все прописали, и нет? Нет, на самом деле, давайте будем честными, трудовое законодательство применяется фактически только на госслужбе. В частном секторе. Конечно. Во-первых, оформляют без вообще других либо трудовых договоров, во-вторых, платят зарплату в конвертах и так далее, и так далее. Если работник, если работодатель хочет кого-то принять, он его примет. Если он захочет его уволить, он его все равно уволит. Без всяких трудовых. И трудовой кодекс тут ни при чем. И трудовой договор ему ни при чем. Это 100%. И нынешний трудовой кодекс ничего не меняет. Он единственное, что добавляет еще одну бумагу, а именно трудовой договор. И прописывает, каким должен быть этот трудовой договор более детально. Нынешним трудовым кодексом тоже предусмотрен трудовой договор. Но его, как правило, не заключают. А здесь написали, что он обязательно должен быть. Но при этом трудовые книжки сохраняются. При этом приказы о приеме на увольнение и на увольнение сотрудников тоже сохраняются. То есть приказное деловодство тоже сохраняется. Какой смысл тогда в договоре? Если в приказном порядке это может быть... Я вам больше скажу. Даже в этом новом проекте трудового кодекса написано, что типовая форма трудового договора утверждается центральным органом исполнительной власти. То есть, по сути, к обминам утверждается. То есть мы даже не можем отойти от этих условий трудового договора. И если трудовой договор, который будет фактически заключен между работниками и работодателем, будет противоречить нормам трудового кодекса, будут применяться нормы трудового кодекса. И будут применяться нормы типового положения того трудового договора. Ну, просто добавили еще одну лишнюю бумагу, по сути. Никакой предметности в этом нет. Но, тем не менее, например, один из парламентариев, Юлия Тимошенко, очень громко, и там ей вторили ее коллеги, заявляла о том, что, мол, это дискриминационный закон, который принимается, мол, теперь увольнять работодателя, работника, может, еще сугубее, еще категоричнее, и вообще бесправным становится работник. Так ли это, на самом деле? А до сих пор как было? До сих пор, что у нас нельзя было кого-то уволить? Я как юрист вам говорю, что уволить можно любого. Поставьте только задачу, вот кого надо уволить и за что. И все, и там найдется и повод, найдется и статья, найдется... В частном секторе, конечно, да, это вообще абсолютно не проблема. Есть в государственном секторе, на госслужбе, там действительно есть проблемы, там работник должен работать, его нельзя уволить, если он уволился, то его суд может восстановить, и действительно эти решения исполняются. А как в частном секторе? Что мне, вот как я, например, работодатель, я себе, вот как вы себе представляете, приходит работник, пошел в суд, выиграл суд у меня, и суд написал, что я его незаконно уволил, и обязал меня восстановить. Что получается, по решению суда я его должен принять и терпеть за свои деньги. Платить ему зарплату. Ну если я не хочу, чтобы этот работник у меня работал, ну зачем мне это... Конечно. При этом предметно было урегулировано в этом законе то, что сам работник, который нанимается на работу, должен иметь такие-то, такие-то, такие-то там преференции, права и прочее. Или они тоже вообще прописаны, как были в предыдущем трудовом кодексе, так и остались. По сути, да. Увеличили, конечно, еще добавили количество дней отпуска. Было 24, стало 28. Ну давайте честно будем, я больше 14 дней в году не отдыхаю. Ну вот и все, конечно. Я и 24 не отдыхаю. Какие это мои слова? Мне добавили 28. Спасибо, берите себе, да. Ну, как бы, у нас никто не отдыхает в частном секторе, в частном секторе работают. На госслужбе, да, они отдыхают и по 40 дней, и по 30 дней. Они как бы и не работают, и не зарабатывают. Ну, условно, если взять зарплаты в госсекторе, буквально зарплаты, без коррупционных составляющих, там это не зарплаты. Поэтому им, наверное, и увеличили, как хоть какое-то утешение. Давайте урегулируем вопрос государственной службы. Предусмотрим, что да, действительно, госслужащие в каком порядке они принимаются на работу, когда они увольняются и так далее, ради бога. А в частном секторе зачем вообще трудовое законодательство? И должен быть один закон какой-то, который устанавливает какие-то общие правила, которые должны соответствовать международным требованиям, и написать, что взаимоотношения регулируются трудовым договором. Почему-то, когда человек приходит кому-то на работу не по трудовому договору, а по договору подряда или договору наказания услуг, он заключает договор, он думает о том, какую работу он будет выполнять, в какой срок он должен выполнять, какую сумму ему должны заплатить, в каком порядке ему заплатить, какая ответственность за невыполнение условий договора. То есть это везде работник самостоятельно, это все продумывает и заключает этот договор. Почему это не должен делать обыкновенный работник, который идет устраиваться на предприятие по трудовому договору? То же самое можно сделать. Зачем это все еще вот таким вот толстенным нормативным актом – это зарегулировать, после этого создать государственный орган, который это будет контролировать, ответственность установить за невыполнение этого… Это же еще финансирование этого органа, да? Да, далее, более того. Потом мы еще установим, найдем еще… создадим еще орган, который будет контролировать, тот надзирающий орган, который будет контролировать работодателя, и будем бороться с коррупцией в этих госорганах. Листяще. И так далее. Для чего? И мне потом, как работодателю, выгоднее взять кого-то по гражданскому договору и заключить с ним договор, чтобы он выполнил какую-то работу или оказал услугу, чем брать себе этого работника и потом получить вместо какой-то выгоды от этого работника, получить кучу проблем. — Относительно соответствия этого закона якобы требованиям Евросоюза, действительно ли так это, действительно ли эти нормы так были необходимы для того, чтобы привести в соответствие наше законодательство с европейским? — Нет, на самом деле я думаю, что не так это требовалось. Дело в том, что и все международные договора, которые принимает Евросоюз, мы их ратифицировали, и все эти международные договоры распространяются на нас. То есть мы в любом случае руководствуемся этими международными договорами. Создавать еще один нормативный акт, более того, принимать его в новой редакции, причем точно такой же, который был до сих пор, ну я не знаю, что. — Хорошо. Кроме трудового законодательства были внесены некоторые изменения в уголовно-процессуальный кодекс, но эти изменения касаются чего предмета? — Объясню. Все крутится вокруг специальной конфискации. Специальной конфискации имущества. Специальной конфискации имущества, то есть речь идет о конфискации того имущества, которое было приобретено преступным путем, или за доход, который был получен преступным путем. Дело в том, что у нас это было еще с 2014 года, это у нас было всегда. Здесь сегодня, ну как бы вчера приняли изменения в УПК, где дописали следующее. По простым языком объясняю, как оно было до сих пор. До сих пор начиналось уголовное производство в отношении каких-то там лиц. Этому лицу предъявлялось подозрение. Потом следователь мог обратиться к следственному суду с просьбой наложить арест на имущество данного подозреваемого. Конкретно вот подозреваемый, у него есть имущество, и суд налагал арест на имущество этого подозреваемого. Сейчас следователь может попросить арестовать имущество не только этого подозреваемого, а еще других третьих лиц, которые когда-либо имели взаимоотношения с этим подозреваемым. То есть, по факту, вы сегодня, покупая квартиру, машину и так далее, кого-либо, можете купить это имущество, а через год открывается уголовное производство, и следователь придет в суд и попросит арестовать ваше имущество. Вот и все. Более того, я вам хочу сказать, когда все это обсуждалось, с какой целью вообще это было принято? Нам всегда говорили о том, что это было принято с целью борьбы с коррупцией. Так, да? Вот у меня вот проект этого закона, который был вчера принят. Здесь нет слова вообще «коррупция». Он применяется не только в отношении коррупционных преступлений, он применяется в отношении всех преступлений. То есть, неважно это, подозреваемый совершил коррупцию, его привлекают, или по какому-то вообще другому преступлению. Неважно. Кого-то там заволтувавчишь. Тут не написано об этом, что этот закон ограничивается только коррупционными преступлениями. Учитывая практику наших следственных судей, как они вообще относятся к таким ходатайствам, учитывая вообще уровень наших следственных органов и органов прокуратуры, я могу сказать, что арестовать можно будет сейчас все. Надо же, как мы приблизились к Европе. Мне кажется, не совсем то, что все мы ждали и на что мы надеялись, поскольку действительно это все проталкивалось под видом борьбы с коррупцией. Ведь речь шла о коррупционерах. Господин Совалев, который продвигал один из законов относительно создания структуры, которая будет заниматься управлением и собственной конфискацией этого майна, нажитого незаконным путем, он же возглавляет антикоррупционный комитет в Верховной Раде. То есть, все это именно под таким соусом подавалось. Ну что ж, посмотрим, как будет работать этот закон и будет ли он работать. Но, во всяком случае, те интенции, те целенаправления, которые заложены в нем, они настораживают. Ведь каждый человек теперь, независимо от того, государственный ли он деятель, который может быть причастен к коррупции, или частное лицо, частный предприниматель, который там просто совершил правонарушение или преступление, ну, это уголовное там, да, сбил кого-то на машине, он тоже будет подпадать под действием этого закона. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Более того, неуплата налогов тоже, ну, да, тоже попадает. Вот касательно вот этого органа, который, да, действительно, еще одним законом создали новый контролирующий орган. То есть, мы установили, приняли закон касательно спецконфискации, мы определили, что можно арестовать имущество кого-либо, а теперь еще создали еще один государственный орган, который будет искать это имущество и будет потом распоряжаться этим имуществом, то есть, не распоряжаться, а управлять этим имуществом, то есть, будет искать, управлять этим, как бы, ну, создадим еще, как бы, еще один госорган, который имеет какие-то контрольные, надзирающие функции, он может составлять админпротоколы, выносить предписания предприятиям, может получать информацию от государственных госорганов, будет иметь доступ к единому реестру досудебных расследований. Ну, чем будут заниматься наши новые чиновники? А вот чего не сделали наши законодатели, так это не приняли они поправки, предлагаемые Евросоюзом, рекомендуемые Евросоюзом, относительно недискриминационных моментов, относительно работников по нетрадиционной сексуальной, религиозной и прочей ориентации. На ваш взгляд, действительно ли эта норма необходима в нашем законодательстве? И действительно ли сейчас есть какое-то подозрение, что ли, от того, что, да, действительно, дискриминация в Украине имеет место, и такой закон, такая поправка необходима, на ваш взгляд. Вы правильно сказали. Давайте начнем с того. У нас дискриминация по сексуальной ориентации есть? Ну вот. Ее нет. Нам что, жалко было это написать в Трудовом кодексе? И все, было бы зафиксировано, да, нормой. Я не думаю, что вас это интересует, меня это интересует. Я не думаю, что это даже интересует тех лиц, кого это как бы касается. Да, да. Это декларативная норма. Она не установит никаких гарантий, она не установит никакой ответственности, ни о чем. Два-три слова, которые европейцы просили, чтобы мы написали в нашем Трудовом кодексе. Все. Я не понимаю, почему депутаты эту поправку провалили. Теперь есть повод сказать нам, что мы там не все законы приняли. Ну, депутат Унгурян там кричал, ну, он позиционирует себя как такой борец за православные ценности человека. И он кричал с трибуны, что, мол, нам это не нужно. Но хотя по факту там же эта норма не содержала предметности относительно, там, гомосексуалистов или сексуальных меньшинств. Да, речь шла вообще о какой-либо дискриминации по любому признаку. Сексуальному, там, половому, ну, одно и то же, сори. Религиозному, нравственному, идейному и прочее. Просто недискриминационная норма, которая должна была быть принята. Но, тем не менее, вот так это все было. Я думаю, что просто политики пытались под таким соусом что-то для себя выбить. Потому что для народа эта поправка, ну, она несущественная, вообще никого она не волнует. Спасибо огромное. Ну, что ж, предметнее и дальше по этим законам, я думаю, мы будем говорить в наших последующих программах. Опять-таки, о безвизовости. Действительно ли эти законы дадут нам ту, так, вожделенную безвизовость, а точнее, либерализацию безвизового режима. Ну, об этом в наших следующих программах. Я вас приглашаю. До новых встреч. Спасибо, что пришли к нам. Напомню телезрителям. Вадим Семенов адвокат был в нашей студии. И встреча на Думской. На этом мы заканчиваем. До новых встреч. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА